Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Я надеюсь, все сегодня сидят дома. 45 градусов почти, да, 45 градусов жары сегодня. Не хочется никуда выходить. А Раминка меня тянет в магазин. Сейчас расскажу зачем. В общем, завтра Раминка решила устроить цветную вечеринку со своими подружками. Я, конечно, поддержала эту идею, поэтому мы сегодня должны были пойти в магазин и выбрать что-то в розовом цвете. Но я ей сказала, давай ближе к вечеру. Но так как терпения у моего ребенка нет вообще, поэтому она говорит, давай сейчас. Я говорю, на улице жара нереальная. Давай к вечеру. Нет сейчас. Дальше я придумала такой эксперимент. Если ты продержишься на жаре минут 10, то мы с тобой идем. Вот я и засекла время. Пусть походит. Она сказала, 10 минут выдержит эту жару. Характер, видишь? А ты знаешь, она выдержит. Я знаю. Все еще хочешь? Смотри, какая ты красная. Душно там? Жарко? Ты все еще хочешь в магазин сейчас? Да. Рамина? Да. Идем я тебя прохладной водичкой окуну, и мы пойдем, ладно? Да. Ты ушла? Я все выдержала. Да ты что? Потому что хочу добиться своей цели. Что за характер, а? Что за характер? Ветер. Мы все. Ой. Как тебе? Жаренько-то. Хорошо? Да. Мне тоже хорошо. Как вкусно. Лепеночками пахнет. Взяли с собой воду. Что самое интересное, ладно, жарко. Ветер идет, и он прям такой горячий, этот ветер. Заходим. Начинаем. Я беру вот такие вот две рулеточки мармеладные розовые. Кроме на розовый цвет. Цвет настроения розовый, да, у тебя? Да. Это розовое? Это розовое количество, мне не пойдет. Это протеиновые какие-то эти штучки. Да, это я беру вот так. Розовое, розовое, розовое. А вот, вот эти не хочешь? Что они называются? Зефирки розовые. Упаковка розовая тоже, зефирки. Ну, вкусненькие зефирки. Думаю, да, давай возьмем. Ну, и как же наша вечеринка без вредной еды? Зла чипсы. Чипсы. Розовые. Ну, да, с крабом, да? Ну, хоть они вкусные. Да, я их пробовала, они просто... По одному, пожалуйста. Детки захотели жареную картошку именно от Шухрата. Почему-то режет оливку. А, Шухрат? Почему? Мама! Почему так происходит? Шухрат чистит. Я нарезаю. Сейчас мы как вкусненько пожарим картошечки. Я еще купила мороженка. Шухрат, давай сегодня устроим свою вечеринку. Давай. Давай. А ты попозже и арбузик купишь, да? Да. О, вкусненько. О, вкусненько. Не-не-не-не. Что такое? Не можно. Что, сынок? Ням-ням. Вкусное мороженое? Да. Ням-ням. Еще? Да. Я чуть полежала, отдохнула. Теперь нужно что-нибудь приготовить вкусненькое на ужин. Поэтому я придумала кое-что. То есть это не обычный рис с подливом, а подлив немного из меню. Но я уже представила, что будет очень-очень вкусно. Если хотите, давайте готовить вместе. Попросила мужа сделать закуп продуктов. Он купил белый лук. Зачем? Зачем? Он говорит, ну, не знаю, говорит. Он какой-то, говорит, красивый. Что, блядь? В общем, тут у нас ничего сложного. Что-то там. Смотрите. Покрошила я овощи. Все кубиками. Так. Лук, болгарский перец. Редьку. Морковку. Что у нас еще? А, все! А, еще картошка будет. Вот. И еще заранее отварила фасоль. Тоже я ее туда добавлю, в это подлив. Будет очень-очень вкусно. Выплюнул? Молодец. Дай пять. Молодец. Как же аппетитно все. Ой-ой-ой. Какая ж молодец. Отобрал ураны или чупа-чупс, да? Тебе не стыдно? Нет? Что там? Так не делай там. Но ни одно блюдо у нас не обходится без чесночка. Я просто обожаю чесночок. Аппетитник. Аппетитник. Продолжение следует...